Реальнее только жизнь. Таков девиз Кудо. В субботу около 200 борцов из нескольких регионов России собрались в Иванове, чтобы сразиться за звание лучшего. Это первый межрегиональный турнир на Кубок губернатора Ивановской области. И последний. Со следующего года первенство обретет статус всероссийского. Мы не стоим на месте, стараемся развивать нашу федерацию. У нас ежегодно турнир проходил на призы Эдгара Коляна. Мы дополнительно взяли на себя ответственность провести турнир на призы губернатора Ивановской области. Тяжело, но в любом случае мы пропагандируем спорт. Поэтому я думаю у нас все получится. Не каждый регион готов вообще в принципе принять у себя всероссийский турнир. А у вас он уже второй. То есть рождается вторая спортивная традиция. И то, что уже в начале года достаточно внезапно руководство Ивановской области КУДО организует турнир и приезжает порядка 200 человек спортсменов на этот турнир в начале сезона, это говорит о том, что ваш регион имеет большой кредит доверия в КУДО. Как новый тренировочный год встретишь, так его и проведешь. Поэтому ивановские спортсмены готовились к турниру тщательно. Дома оплошать нельзя, даже если твой соперник крупнее и сильнее тебя. Было у меня сложно. Он большой и больше. Я первый раз в этой категории. Но мне было с ним интересно побиться, посмотреть, что такое новая категория. Вообще КУДО единоборство непредсказуемое. Рост и вес спортсмена никак не влияют на исход поединка. Только его мастерство и воля к победе. Решение о победе – это нокаут, например, болевой или друшающий. Или по решению судей, конечно же. Это большое значение имеет решение судей. Без мастерства никуда есть. Турнир сильный. Мастеров приехал очень много. По итогам соревнований ивановцы заняли 7 первых, 6 вторых и столько же третьих мест. Но, как уверяют организаторы турнира, проигравших быть не должно. Ведь выбрать для себя здоровый образ жизни – это уже победа. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.